Я приветствую вас в учебном классе российского представительства Детитриш. Цель нашей встречи сегодня познакомиться с новым котлом, который называется Noneo Plus. Noneo вы уже знаете более двух лет, он очень себя хорошо зарекомендовал на рынке. И вдруг в этом году мы добавляем плюс. Чем же он отличается от своего предшественника. Если вспомним, то Noneo имел в базе односкоростной насос и как опция был насос с частотной модуляцией. С сентября месяца этого года в Евросоюзе принято постановление законодательно разрешается установка только кондиционного оборудования. И чтобы кондиционная техника работала более высоко и эффективно, кондиционные котлы все оборудуются насосами с частотным приводом. То есть изменяется производительность насоса. Вот такой компактный котелок. Если мы сравним, собственно, в этом корпусе котлы выпускаются 24 кВт разноконтурный. С возможностью подключения внешнего бойлера 24-28 кВт двухконтурный котел. 30-35 кВт и 34-39 кВт соответственно по отоплению и по горячей воде. То есть 39 кВт вот в таком вот маленьком корпусе. На сегодняшний день это самый маленький, малогабаритный, самый легкий котел из всех представленных на рынке в сегменте кондиционной техники. Ну и на сравнение вот этот котел примерно дает то же самое количество воды и тепла, как тот котел, стоящий рядом с ним в нашем классе. Данный котел интересен тем, что он малогабаритный, то что он легкий, то что его фактически может один человек легко поднять, смонтировать, запустить, настроить. Кроме этого, первый, наверное, котел, который продуман и сделан как бы для человека, для сервисника, для того, кто будет его обслуживать, для того, кто будет с ним в дальнейшем работать. Конструкция очень удобная. Все довольно быстросъемное, нет никаких лишних винтов, которые встречались на предыдущих моделях котлов. Все выполнено на защелочках и фактически для того, чтобы снять какой-либо элемент, затрачивается буквально несколько минут времени. Теплообменник крепится вообще одним винтиком. Теплообменник расположен спереди, вторичный теплообменник по ГВС расположен спереди, то есть абсолютно легкий доступ. На выставках, на семинарах, на выездных встречах всегда мы разбираем эту конструкцию за несколько минут. То есть показать это не то, что автомат Калашникова на время надо разбирать, но тем не менее мы показываем, какой легкий доступ осуществляется. Здесь сразу появляется доступ к датчикам. Датчик обратной линии, датчик подающей линии, датчик предельной температуры, электротрозжига и ионизации. То есть это уже фаза независимой конструкции получилась. Доступ ко всей плате автоматики и электроники. Еще одно из интересных новых введений применено на этом котле. Во-первых, удобный доступ. Эти вот выемочки у кого. Ничего похожего нет. То есть доступ внутрь котла получился у нас 100% легкий. И одно из интересных решений. Модуль газ-воздух. Это фактически сердце всей этой котельной установки снимается, опять же, отключением всего лишь в разъемах электрических. Давайте отключим, посмотрим. Вот и уточку надо взять. Две защелки и ключик. Так, газ у нас закрыт. Еще разъем пошелой. Убираем. И все. Есть модуль газ-воздух. Зажал. Теперь газ-воздух у вас в руках. Вы можете встретить котлы как с модулем газ-воздух производства компании СИД, так же с модулем производства компании ЕГЭ. Они заменяемые только полностью в сборе. Ну, что мы здесь видим? Газовый клапан, вентилятор, электронная плата, трубочка Вентури. Забор воздуха. Ну, все, собственно, все просто. Все гениальное просто, я бы даже так сказал. Интересная конструкция горелки. Вот так выглядит горелка, применяемая на конденсационных котлах. Это сеточка. Нити из нержавейки переплетены. И фактически с помощью модуля газ-воздух получается полностью хорошо сбалансированная, предварительно подготовленная газовоздушная смесь, которая во всем диапазоне мощностей изменяется модуляцией, изменяется количество воздуха с помощью вентилятора. И с помощью трубочки Вентури происходит подсос газа, смешение. И фактически регулировка очень проста. С помощью на газовом блоке мы выставляем минимальную и максимальную мощности. Все остальное делает электронный вентилятор, изменяя скорость вращения. И подмес газа идет в соответствии с требовательным количеством мощности, запрашиваемой в данный момент. На что еще здесь обратить внимание? Вот так выглядит теплообменник из сплава алюминий-кремний. Видим конструкция, чем-то похожая на наш любимый чугун. И если посмотреть внутрь, то очень высокая поверхность теплообмена, образуемая конусами, как их многие называют, для увеличения поверхности тепла. Съема. Что еще здесь видно? Если мы сравним с обычным котлом, то у нас, как всегда, пламя, обычно пламя было снизу, сверху находился теплообменник. В кондиционной технике поставили все с ног на голову. То есть теперь у нас горелка находится в верхней части. С помощью вентилятора все это продувается. И температура обратной линии, холодная вода возвращается и остужается таким образом теплообменник, за счет чего и образуется конденсация. В верхней части, видим, находится автоматический бросник воздуха. Модуль гидроблок сам непосредственно всего лишь на четырех винтиках крепится. И целиком мы можем снять его. В данной модели уже установлен насос класса А с частотным приводом. Вот вкратце и все. Да, вот стоит датчик протока, который измеряет, датчик холла, который измеряет конкретно производительность по холодной воде, по входу и нужное количество нагревает до заданной температуры. Еще из интересных вещей. Пульт управления, модуль. Не содержит никаких лишних регулировок. То есть фактически регулировка горячей воды, регулировка системы отопления. И две кнопочки, сброс и сервисник наш, с помощью которого мы котел можем вывести для настройки с помощью газоанализатора. Минимальные, максимальные мощностные режимы. И все, ничего лишнего здесь нет. Опять же, многим сервисникам и пользователям это нравится. Потому что когда большой дисплей, автоматика, много контуров, многие говорят, нам это не надо, это все сложно, нам что-то бы попроще, чтобы мы сами могли отрегулировать. Но при всей кажущейся простоте, автоматика довольно-таки имеет широкие возможности. То есть мы подключаем датчик наружной температуры, датчик внешнего койлера можем подключить, управление внешним трехходовым краном, сообщение о неисправности. И есть еще интересная вот такая особенность, у меня здесь уже стоит перемычка. Но частенько при первом запуске люди звонят и говорят, да, котел включился, что-то непонятное проделал 4-5 минут, выключился, нагрел горячую воду и все, и система отопления не работает. Что делать? Ну я шутя все, как вот первым делом, возьмите инструкцию. Они говорят, что вы нас отправляете к инструкции, когда мы звоним вам? Я говорю, возьмите инструкцию для той лишь цели, что здесь производитель положил уже, вот она перемычка. Перемычка, которую надо вставить в разъем OpenTerm в ковыту, и у вас будет работать система отопления. То есть это подразумевает, что грамотный пользователь уже изначально понимает, что ему нужна обратная связь, и реально его не интересует температура в системе отопления, а интересует температура воздуха комфортного помещения. На НЭО первый, или один из первых, по крайней мере, в нашей линейке, то получил класс по энергоэффективности А+. Что такое А+, это котел, который работает, который снабжен частотно, насосом с частотным приводом и имеет датчик уличной температуры и датчик комнатной температуры. Тем самым КПД, заявленное 109 с лишним процентов, и достигается. Дальше. Шина OpenTerm. Довольно интересная шина, тем, что мы можем подключать к ней датчики. Это, собственно, в данном случае используется и для подключения датчиков комнатной температуры, и для расширения для многоконтурного управления. Есть у нас такой модуль AD290, называется. К этому разъему мы можем подключить, повторюсь, уже термостатические контакты, обычные комнатные, и более умные, более продвинутые датчики, так называемый модулирующий термостат. Модулирующий термостат, с помощью него мы можем изменять все параметры котла, как сервисник и как пользователь, абсолютно комфортную температуру выставить, пониженную температуру, защиту от замораживания, выставить температурные кривые зависимости наружной температуры и температуры воды в системе отопления, температуру воды в системе ГВС, то есть абсолютно все параметры запрограммировать на неделю вперед в самом-самом экономичном режиме, как его будет работать и радовать вас. Время нашей встречи близится к концу. К сожалению, всегда его не хватает. Поговорить еще хочется очень о многом. У нас есть о чем с вами поговорить. Поэтому приглашаю вас в наш московский класс. Есть у нас шикарный учебный центр в городе Иваново. Спасибо за внимание. До новых встреч!